Это девочка, это мальчик. Белый еще непонятно. Вот эти манчжурские, а вот это он мраморный у нас. Несколько лет назад мужчина выиграл грант и закупил чуть больше 200 перепелок. Сегодня на перепелиной ферме Валерия Отсметкина содержится 500 птиц. В зависимости от востребованности хозяин фермы выводит их сам в инкубаторе. Совсем недавно заложил сотню яиц и уже через пару недель из них вылупится 80 маленьких птичек. Ну мечта у меня, дело по спросу, ну хотя бы тысячу держать для полного счастья. На ферме живут птицы трех видов. Белотехасские, мраморные и манчжурские. Для разведения хозяин выбирает яйценосские породы. В сутки Валерий Иванович собирает примерно по 200 яиц. С реализацией проблем нет. Любые магазины с удовольствием принимают продукцию. Одна ячейка стоит около 70 рублей. Покупаем готовые ячейки, расфасовываем. Сколько в ячейке яиц? Вот им 18 яиц в ячейке. Перепелки не требуют никаких специальных условий для содержания и разведения, кроме температурного режима. Круглогодично в помещении поддерживается 18 градусов. Содержатся птицы по 20-30 штук в тесных ячейках с приглушенным светом. У этих птиц очень высокая теплоотдача. Температура тела перепелки примерно 41-42 градуса. Это на пару градусов выше, чем температура тела у курицы. В связи с этим эти птицы никогда не болеют сальмонеллой, и продукция совершенно безопасна. Перепелки птицы некрупные, но очень прожорливые. Съедают по 4 мешка корма в неделю и пьют много воды. Все клетки, автоматизированная подача воды, это раз в сутки все только делается. Раз в сутки насыпается корм, два раза собирается яйцо утром-вечером, и убираются лотки от помета, которые мы тоже реализуем населению. Выращивание и разведение яйценосских перепелок – это бизнес, который не требует больших финансовых вложений и круглосуточной работы на ферме. Поэтому Валерий Иванович в следующем году планирует написать новый бизнес-план и обратиться в Министерство сельского хозяйства края с проектом расширения бизнеса как минимум вдвое. Анжелика Александрова, Степан Хрисанфов. Новости.